Коллеги, добрый вечер. Мы, как обычно, начинаем встречу московского сообщества Java разработчиков. Время начала восьмого. Много кто уже пришел. Последний шанс запомнить пароль для Wi-Fi. Ну и традиционно пока, собственно, коллеги собираются, я скажу несколько слов в начале. И информация по предстоящим событиям, в общем-то, на ближайшие полгода, ну вот я для себя так определил самые интересные конференции, которые можно посетить, да, все они в разных странах. Собственно, G-Point в апреле в Москве. Раньше всего. Кто-то уже билеты купил, кто-то потратил всю свою годовую премию прошлогоднюю по сообщениям в твиттерах. Я считаю, дело стоящее. Много людей приезжает в этом году издалека из-за границы. Вот, хоть они и говорят по-русски, но живут уже не здесь. Вот. И шанс пообщаться с этими людьми, увидеть их, там, послушать, о чем они говорят, выпадает не так часто. На мой взгляд, отличное должно быть мероприятие. Кроме того, оно проходит в этот раз два дня, а не один, да, и по просьбам трудящихся один день пятница, другой суббота. То есть, как бы, и для тех, кто работает, и для семейных, собственно, для каждого есть свой какой-то вариант. Соответственно, билеты уже продаются, программа будет чуть позже, уже определено достаточно большое количество спикеров, которые будут участвовать в конференции. Вторая по календарному сроку конференция – это в мае GA Conf, но, опять же, традиционно очень сильная конференция. Это целых пять треков, огромное количество докладчиков и докладов. Все так же в течение двух дней. Ну, единственное, я не знаю, как насчет поездки на Украину. Я лично для себя решил, что, наверное, не поеду. Вот. Ну, как бы, тут ничего личного. Вот такая ситуация. А вот куда, как мне кажется, поехать очень даже здорово, хотя я в Талине еще не был ни разу, а, говорят, там русских тоже не очень любят. Но, в принципе, один хороший человек, русскоговорящий, который живет в Талине, представляет конференцию Geekout как, ну, собственно, тот, кто отвечает за ее программу. Зовут его Антон Архипов. И вот несколько дней назад, соответственно, конференция анонсирована. Анонсирован первый список докладчиков, которые уже подтвердили свое участие. И почему мы говорим о том, что вот конференция только в июне, а уже сейчас нужно думать, билеты на нее расходятся с очень серьезной скоростью. И там, я думаю, буквально там через месяц-полтора билетов просто не будет. Вот. Это бывает каждый раз с Geekout. То есть все места, которые доступны, все выкупаются. В этот раз она также на два дня. Ну, и там у них почти всегда бывает по отзывам очень здорово. По-домашнему. Там в прошлом году варили пиво. Что-то еще такое делали. Всячески развлекались. Вот. Очень достойный, опять же, состав участников и спикеров. Да, вот, на мой взгляд, ну, понятно, что где-то, может быть, даже и доклады, и спикеры, они будут повторяться. Вот. Но треков очень много. Там успеть со всеми пообщаться, на все доклады сходить за два дня нереально. А вот там в течение трех конференций это более, наверное, реальная ситуация. У меня вопрос. Уже достаточно много людей пришло. Кто сегодня пришел к нам впервые? Давайте немножко разомнемся. Как обычно, много. Вот. А все остальные у нас уже второй и более раз. Поэтому обращайте внимание. Рядом с вами сидит кто-то опытный, подскажет, что да как. У меня уже спрашивали, почему мы, ну, скажем так, не проявляем какой-то особой активности онлайн. Вот я считаю, что джук – это, в общем-то, такое оффлайновое событие. Это место, где вы можете познакомиться, подружиться, пообщаться со своими коллегами, которые живут в том же самом городе, занимаются тем же самым, чем и вы. Или, может быть, чем-то немножко другим. Но, в общем-то, всех нас связывает работа на одних и тех же технологиях. И это такой хороший повод. Не, так сказать, постарайтесь им воспользоваться, да, и провести вот эти вот три часа с пользой. Ну, для тех, кто впервые, я могу сказать, что мы, как обычно, проводим встречу в течение трех часов. У нас две части и небольшой перерывчик в середине с кофе-брейком, который сегодня у нас прямо здесь. Сегодня у нас два гостя. Алексей Рогозин, который поближе ко мне. Вот, он у нас уже бывал. У меня обозначен ведущий специалист компании Deutsche Bank. Ну, значит, так и есть. Алексей вы, ну, наверняка знаете. То есть, он и сам организует встречи разработчиков, и контрибьютит что-то, и делает доклады почти на всех конференциях. И на джуге был. И Артем Панасюк. А у нас сегодня впервые, Анна, встречи, сами ты приходил? Да, как-то было, но давно. Ну, вот, вот так вот легко можно из, так сказать, участника из зала стать участником по эту сторону. Тоже работает Deutsche Bank, и сегодня что-нибудь интересное расскажет вместе с Алексеем на тему, которая у нас заявлена. Да, сегодня мы говорим вроде как про разработку, но и одновременно про тестирование. Как я это понял, да? Плюс мы говорим про нагружечное тестирование, что тоже интересно. Я думаю, к нам пришли люди, которые занимаются тестированием в том числе, да? Как много? Есть. Ну, соответственно, коллеги более подробно расскажут о чем. Все это здесь будет. Слайд с контактами традиционный. Вот у меня только такой вопрос, да? Заявлено, что к известной аббревиатуре TDD добавлена буковка P в начале, да? То есть у нас такой performance testing driven development, да? А, соответственно, такой вопрос, вот в связи с этим, не боитесь ли вы такую вещь, которая случается у некоторых мужчин, преждевременной оптимизации? И как вы планируете с этим бороться? Как раз лекарство, преждевременное. А, вот оно в чем дело, да? То есть, по сути, весь смысл этого, чтобы без того, чтобы задеваться оптимизацией, задеваться делом. Отлично. Ну, тогда к делу. Продолжение следует. В том, в Deutsche Bank. Ну, как бы, особенность этой технологии, то, что она используется для создания каких-то высокопроизводительных сервисов, которые работают под нагрузкой, которые работают в кластерном режиме, которые выдерживают прямое попадание термоядерной бомбы. Вот. И поскольку технология новая и модная, то у нас была возможность поучаствовать во многих проектах сначала, что очень здорово. Соответственно, с этой работой, как бы, возникли те идеи, тот фреймворк, про который я сейчас расскажу. Пару слов, как бы, о структуре доклада. Сначала я сделаю некоторую вводную, что такое концепция performance test driven development и что такое нагрузочное тестирование с точки зрения разработчика. Потому что, на самом деле, вот точки зрения моя и точки зрения всех тех остальных докладчиков, которые, как правило, занимаются нагрузочным тестированием, имеют титул performance engineers, они существенно отличаются. И, как бы, вопрос не в том, кто лучше в этом избирается, а в том, что почему и, как бы, и как взять лучше от обоих подходов. Ну, и, наконец, уже, наверное, во второй части я более подробно перейду к тому, что мы, какой стек инструментов мы сделали, чтобы решать свои потребности в нагрузочном тестировании. Как бы удалось это сделать на чистой, практически ванильной яве и при этом заставить работать очень даже неплохо. Итак, позвольте мне начать. Кликер работает. Замечательно. Первый тезис, с которым я хочу начать, опять же, возвращаясь к перформанс-инженеру. Вот когда Андрей спросил про тестирование, рук было немного. На самом деле, все мы тестируем. Просто кто-то тестирует во время тестирования, а кто-то тестирует во время продакшена. Вот. И с этой точки зрения, как бы, работа QA, работа перформанс-инженера, чтобы не пропустить в продакшен то, что потом там сломается. И все. Вот это вот единственная функция. В общем, как бы, для него важно, зеленая лампочка прошло, не прошло, сломается, не сломается. Если оно сломается, ну, окей, да, там, когда сломается, есть некоторое пространство. Но с точки зрения меня, как разработчика, у меня даже не важно, сломается оно, не сломается. Мне интересно вообще, в принципе, поведение, все асимптотики, как выглядит графика, время отклика системы от нагрузки в нормальном режиме работы, в стрессовом режиме работы, в, там, таких условиях эксперимента на трех серверах, на четырех серверах. Почему? Потому что мне надо все это понимать, потому что в какой-то момент мне нужно будет принять решение, а с каким все-таки набором железа, с каким все-таки дизайном системы идти в продакшен, чтобы выполнить те SLA, которые у меня есть, и чтобы, когда я все это сделаю, на тестировании была, загорела зеленая лампочка, а не красная. Возвращаясь к сути тестирования, между нагрузочным и функциональным есть существенная разница. Если мы рассмотрим вот некоторый абстрактный жизненный цикл проекта от идеи до выхода в продакшен, то с точки зрения функционала у нас сначала ничего нету, как бы нет ни функционала, нет ни тестов, мы пишем функционал, ее становится больше, тестов становится больше, происходит какой-то там пик, когда у нас все ломается, потом происходит некоторая стабилизация. И в общем, в последние 3-4 недели перед релизом баги, конечно, есть, их, конечно, чинить противно, но если все было сделано нормально, то это как бы, с этим можно жить. С точки зрения нагрузочного тестирования, мы сразу закладываем основные решения, направленные на поддержание той нагрузки, которая нам нужна, в дизайн-системы. Выбираем, что у нас будет обычная база данных или кластеризованная, и так далее, синхронная запись на диск, несинхронная. Мы схему выстраиваем одним образом или другим, оптимизируем на запись или на чтение. Мы принимаем эти решения и по-хорошему вот уже на начальном этапе мы понимаем, какие у нас будут SLA, какие нам нужны сценарии тестирования, чтобы эти SLA проверить. И количество сценариев нагрузочного тестирования, оно не растет, так сказать, с тем, как система движется к релизу. Оно некоторое вот в начале появляется у нас, набор базовых требований, и все. Но если мы поймем, что мы этим требованиям не удовлетворяем за три недели до релиза, то пить боржоми оказывается уже поздно. Менять схему базы данных и так далее, это все безумно дорого, потому что изменение того, как у нас происходит индексирование каких-то… То есть изменение, какие-то оптимизации в логике нашего кода, они могут очень существенно задеть функционал на разных уровнях. И цена перетестирования, цена исправления ошибок будет уже очень большая. Отсюда мораль. Тестировать надо сразу, как только вы понимаете, какие у вас сценарии тестирования, брать и тестировать, вместо того, чтобы заниматься оптимизацией. Поэтому алгоритм борьбы с преждевременной оптимизацией. Ничего не оптимизируем, пишем код, чтобы он что-нибудь делал. Пишем на него сценарии тестирования нагрузочные, они бывают разные, от микро-бенчмарков до микро-распределенных бенчмарков. Смотрим, работает или не работает. Если не работает, смотрим, где оптимизируем, там, где не работает. Там, где работает, пускай работает, даже если очень хочется. Даже если мы знаем, что вот… А если тут вот такой хинк поставить, то все будет намного лучше. Не так. Ладно, оставьте, как бы, это знание на потом, потом, как бы, волюм вырастет, это самое. И вы, как рыцарь на белом коне, раз, заоптимизируете, решите все проблемы, получите премию, будете героями. Если вы потратите время на эту оптимизацию вначале, вы потратите время, вам никто спасибо не скажет, потому что разницы видно не будет. Может, вы еще что-нибудь поломаете. Соответственно, пишем, исправляем, тестируем. Прежде чем что-то оптимизировать, ставим себе четкие критерии. Вот сейчас у нас 30 попугаев, мы хотим, чтобы было 100. Все. Реализовали, протестировали 100 попугаев. Отлично, идем дальше. Надо оптимизировать, не надо. Что лучше, бинарная сортировка или линейная? Хороший вопрос. Кто может ответить на вопрос, какой алгоритм поиска в сортированном массиве быстрее? Бинарный поиск или линейный? Вот, как бы, вот в этом-то весе и это самое. И смысл, что прежде чем выбирать алгоритм, надо, как бы, а как мы можем понять, какой размер, вот размер массивом 100, это много или мало? Тоже не ясно, потому что зависит от того, что это за массив, что в нем лежит, какой у нас критерий сортировки, поэтому надо просто только взять, посчитать. И если оно работает достаточно быстро, то пускай, как бы, работает так, как работает. Очень хорошая, как бы, философия, но придерживаться ей достаточно сложно в направлении. Когда мы начинаем разработку, у нас нет ничего. Нет инфраструктуры, нет, собственно говоря, приложения, нет никаких скриптов, чтобы это приложение запускать. Поэтому, вот, с чего начинает тестирование перформанс-инженер? То, что у него есть уже приложение, у него есть автодипломент, и это приложение каким-то магическим образом оказывается у него на стенде, и его задача его задолбить нагрузкой через какой-нибудь Яндекс.Танк или что-нибудь подобное. С чего начинается тестировать для нас? То, что нам нужно написать тест, который не только будет тестировать, но он еще, как бы, будет в себя включать то, что мы тестировали. Там тот алгоритм, тот какой-то кусочек кода, который мы хотим протестировать. Потому что, кроме как внутри этого теста, никакого стенда нет. При этом нам очень часто нужно, как бы, тестировать по-взрослому на распределенной системе, на каких-то достаточно хороших масштабах, проверять какие-то сценарии. Что у нас случится с кластером Coherence, если мы вытащим сетевой шнур из розетки на трех серверах из десяти? И, оказывается, происходит очень много интересного. И знание, что там происходит, оно может очень существенно повлиять на то, как вы изначально закладываете дизайн системы. Вот. Это уже все надо знать, а у вас еще нет ничего. Поэтому и при этом, как бы, код меняется. При этом у вас нет времени на тестирование, потому что вы разработчику, вам надо писать код. А тесты по-хорошему должны гонять себя сами. Другие наводящие мысли, которые проходили через мою голову, прежде чем мы пришли к этому подходу, к этому фреймворку. Ну, функциональные тесты. Ну, кто пользуется G-юнитом? Окей. Ну, достаточно много там. Есть извращения типа кукумбера, которые там тоже заслуживают права на существование. Но нам для тестирования Java кода удобнее всего использовать тот же, ту же самую Java. Внимание, вопрос. А зачем нам тогда нужны какие-то там странные извращения для нагрузочного тестирования, если у нас есть Java, которую мы знаем, которая Java, в ней есть библиотеки для всего. Вот. Вообще для всего. И на Java мы можем все эти тесты сделать сами. Нам не нужны никакие перформанс-инженеры, которых нет на той стадии разработки, про которую мы сейчас говорим. Вот. А даже если бы они были, они бы написали какие-то тесты, но бы там все отрефакторили, все поломалось, кто будет чинить перформанс-тесты? Кто чинит юнит-тесты? Кто рефакторит, кто-то чинит. Собственно говоря, вот с перформанс-тестами такая же, с этими перформанс-тестами, которые именно связаны с ранними этапами проекта, такая же идея. Они должны поддерживаться самой командой. Как только у нас возникают две команды, у нас тут же возникают проблемы коммуникации, которые мы просто не можем себе позволить на вот этих ранних стадиях. Нам нужна скорость, нам нужна динамика, нам нужно иметь возможность принять решение и все переписать нафиг. Потому что это ранняя стадия разработки, мы можем это сделать. У нас еще нет огромного количества легоси-кода, которые нельзя трогать, потому что никто не знает, что он делает. Соответственно, это навынет на мысль о концепции монокультуры. То есть классический подход. Best tool for the job. Ну, соответственно, чтобы сделать что-то нетривиальное, нам надо быть специалистом по огромному количеству твов, которые, конечно, классные. Потому что, конечно, свою узкую задачу делают очень здорово. Но на то, чтобы узнать жалу так, как я ее знаю, у меня ушло 15 лет. Пардон, я не могу тратить даже 5 лет на то, чтобы изучить башь и научиться на нем правильно делать эти скрипты, если это вообще возможно в природе. И так далее. Ладно, я достаточно power-user с точки зрения Excel, но все равно какие-то вещи в Excel, блин, ну, раньше что на Visual Basic написать. Зачем мне писать в Excel на Visual Basic, если я могу написать на ЯВИ без всякого Excel. Вот, то есть, конечно, подход логичный, хороший, но все сводится к тому, что вот такую комбинацию best tool of, ее очень сложно сделать правильно, потому что никто не знает, как оно должно быть сделано правильно, потому что как бы у каждого tool там со своей жизнью. И даже если вы это один раз сделаете, через полгода вы забудете, как все это работало. Я очень часто сталкиваюсь с тем, что, ну, и на моих проектах из-за страны, там был какой-то проект, там сели, месяц сделали перформанс-тесты, сделали перформанс-тесты, померили, через полгода надо сделать то же самое. Блин, как это все работает? Какие-то скрипты, какая-то хрень, какой-то фигура. А проще переписать и заново все сделать. Ну, как бы, из коробки они не работают, а через полгода сесть и разобраться, очень сложно. С другой стороны, с GM-тестами, конечно, такое тоже бывает, но в меньшем масштабе, и, по крайней мере, это та же Java, в которой можно разобраться, используя 15-летний опыт работы с ней. Соответственно, монокультурный подход, все по барабану, делаем все на яве. Да, кое-где нам придется переизобретать велосипеды, кое-где мы не можем взять там лучшее, что придумала индустрия. Ну, печаль, зато мы можем довести дело до конца, пусть не самым идеальным способом, но достаточно неплохим. Не застрять где-то посередине между вашим и Excel. Возвращаясь к понятию, что такое нагрузочный тест. Вот с точки зрения перформанс-инженера, как бы, нагрузочный тест, это вот у него есть черный ящик системы, и он ее тестирует, там есть входы, выходы. С моей точки зрения, нагрузочный тест, это все. От того, как бы, вот, там, с того, что у меня есть какая-то, какая-то голая инфраструктура, все, я вот там создаю приложение в том виде, в котором мне нужно, подготавливаю данные, прогоняю нагрузку, собираю данные, собираю мониторинг, да, там есть мониторинг твой, который делает это лучше, но у меня есть причины делать все это самому, которым я вернусь. Почему? Потому что, опять же, с точки зрения перформанс-инженера, вот у него есть черный ящик, он должен сказать зеленый, вамчик или красный. С моей точки зрения, вот у меня есть матрица черных ящиков с разными комбинациями параметров, и я хочу посмотреть, как на них будет выглядеть вот этот цвет, потому что мне надо принимать решение, мне надо, как бы, исходя из этого, у меня логика не бинарная, мне надо, как бы, понять, как там внутри все это происходит, чтобы принимать решение. Соответственно, это значит, что мне надо тестировать вот это вот приложение в отличающихся условиях, гонять серии экспериментов там с разными цифрами, и, как я уже говорил, нет еще никакой инфраструктуры развертывания, нет никаких умных ребят, которые там написали рецепты на чайфе или на каком-нибудь ансембле, потому что проект начался две недели назад. Соответственно, вот нагрузочный тест, это как бы от чистого ящика, от чистой инфраструктуры до некоторого файлика с отчетом, из которого я понимаю, что те метрики, те цифры, которые подтверждают, опровергают мои гипотезы, помогают мне сделать выводы, притом все это должно делаться в автономном режиме, чтобы я вечером запустил эти тесты гоняться, утром пришел и посмотрел свои счеты. Никаких походов с Сашем на сервер, перестартов, пинания носком ботинка и так далее. По этой же причине мы в свой фреймворк включили мониторинг окружения, который, казалось бы, стандартный. В том же Deutsche Bank у нас есть глобальные системы, которые мониторят всю инфраструктуру, там можно посмотреть для любого сервера базовые параметры реактивационной системы, но когда я прихожу на утро и вижу этот отчет, вот я не буду так вот, о, так, так, какое время, так, 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 что у нас в это время происходило на этом сервере, а на этом, а на этом, а на этом, а у меня их 100. То есть, мне надо, чтобы все, что мне нужно знать, уже было в этом отчете. Поэтому мы засовываем это в эксперимент тоже. В результате, после вот проб и ошибок, попыток практикования перформанс-стресс-девелопмента с переменным успехом, иногда, кстати, с очень-очень хорошим успехом, когда мы там реально… Ну, у меня вот такой был красочный пример на моей практике, Proof of Concept на Coherence, я очень молодой, очень горячий, там, нахожу в интернете самые модные штуки, которые можно делать с 40 Coherence, включаю в это, там, в архитектуру. У меня 9 недель на разработку, чтобы показать цифры заказчику. Я начинаю нагрузочное тестирование, это через полторы недели после старта этого проекта, и хватаюсь за голову, потому что все эти модные штуки, которые я скачал, они работают раз в 50-100 медленнее, чем я думал. И, как бы, вместо того, чтобы там, завершать проект по плану, я начинаю ночами перепиливать, это самое, вбивать костыли, искать какие-то воркраунды. 9 недель овертайма, но я так и успеваю, это самое, забить критическую массу костылей, чтобы показать те результаты, которые это приложение должно показать. Да, архитектура, конечно, получилась полный отстой, но, по крайней мере, поскольку я начал эти костыли вбивать на второй неделе проекта, а не на последней, задача Proof of Concept была выполнена, цифры мы показали. Дальше, в общем-то, на то, на Proof of Concept, чтобы, так сказать, морально вырасти над собой и сделать все правильно. Иногда не совсем работает, но возвращаюсь к стеку инструментов. Во-первых, есть разница между стеком инструментов и фреймворком. Фреймворк – это такое что-то монолитное, как бы нажал кнопку – работает. Вот такие вещи оказываются очень гибкие, потому что, да, конечно, нажал кнопку – работает, очень здорово, но практически всегда оказывается, что вы что-то забыли. Да, вот разница с десятого вы этот фреймворк правильно напишете. Но мы с Артемом не занимаемся написанием фреймворка для нагрузочного тестирования. Мы занимаемся деливами каких-то проектов высоконагруженных сервисов. Поэтому 10 раз пытаться… Ну, то есть, собственно говоря, в каком-то смысле это и происходит, что на каждом проекте там рождался какой-то фреймворк, который, в принципе, неплохо работал в рамках того проекта, там реально помогал, но на следующем проекте ты вот так чешешь затылок, думаешь, а хочу ли я вот это вот взять и перетащить сюда и использовать снова. И с удивлением ты себя понимаешь, что «Да ну нафиг, что затылок сделаю». Да-да-да, непонятно почему, просто как-то вот набор пистолей, которые вот в это вписываются хорошо, а в это уже не вписываются. Поэтому все с мертвой точки зрения, сдвинулось с мертвой точки, когда мы, так сказать, начали из вот этих вот фреймворков вытаскивать те кусочки, которые работали. И от понятия фреймворков, конечно, понятия стэка мы как бы делаем. У нас есть там конкретные проблемы, которые надо решить для того, чтобы провести свое новую гречную тестирование. Вот как бы этот кусочек решает вот эту проблему. Вот здесь вот мы сейчас напишем как бы говнокод, который сойдет для этого проекта, потом все равно выкинем, потому что все равно не знаем, как это сделать правильно. А вот тут у нас есть хорошая идея. Сейчас мы ее сделаем начисто. Вот так в результате некоторых итераций такой стэк вырисывался. И он состоит, так сказать, в принципе, как бы полный стэк сейчас в моих глазах выглядит из четырех элементов. Это уровень, который позволяет управлять инфраструктурой, то есть которому вы даете ваши сервера, железные, виртуальные, склады, неважно. Главное, чтобы там был SSH и там была джала, и дальше все будет работать автоматически. Который решает эту задачу, эту задачу он решает хорошо. В этой роли у нас выступает библиотека Nonocloud, про которую я уже рассказывал в рамках московского джуга. Она, в принципе, родилась раньше, она родилась как библиотека для функционального тестирования, потом постепенно, немножко неочередным образом превратилась в библиотеку для управления распределенной средой. Ну и она по-прежнему продолжает жить немножко своей жизнью, то есть она активно используется вне всего этого стэка. Дальше есть задача управления распределенным сценарием. Я вернусь к ней, потому что не совсем очевидно. И решения, которые в итоге привели к формированию этого уровня, они тоже шли довольно замысловатым путем. Но по сути это задача оркестрации. То есть вот у нас есть сложный сценарий, нам надо задеплоить, то есть там что-то куда-то скопировать, запустить здесь это, подождать, пока это выполнится, запустить то, потом подождать, пока все везде запустилось. Начать, собственно, с нагрузочного тестирования, через час нагрузочное тестирование остановить, собрать данные. Подобного рода вещи, когда подобного рода вещи еще умножаются на распределенную среду из-за нескольких десяток сотен узлов, эта задача становится немножко неожиданно нетривиальной. Третьим элементом этого стэка это различные вспомогательные компоненты, которые, собственно говоря, в рамках вот этого сценария решают мелкие проблемы, вроде того, а вот нам там нужен такой-то хелпер, чтобы задеплоить, а нам нужна такая-то штука, чтобы там собрать статистику с операционной системы, а нам нужен, в общем-то, универсальный механизм, чтобы метрики, собранные вот в распределенной системе, сегрегировать на одном узле, на управляющем узле, и как бы выдать в каком-то формате. И, наконец, третий элемент стэка это подготовка отчета. Вот тут, честно говоря, мы вообще так ничего и не придумали умного. В итоге на текущий момент самое продвинутое решение это после теста все данные, которые мы насобирали, вывалите в многомегабайтный CSV файл, потому что там очень подробные данные, то есть там каждый тестовый элемент с таймингами и так далее. То есть если это там какая-нибудь система с нагрузкой и 10 тысяч операций в секунду, которая тестировалась часто, то легким движением руки вы уже получаете, сколько там, 30 миллионов ивентов от них. А помимо этого есть еще там всякие ЦПУ, нагрузка на сеть, еще всякая мелочевка. Соответственно, вот так мы разбили эту задачу по уровням. Как я уже сказал, NanoCloud, он существовал раньше и ведет немножко независимую вещь. Остальные три элемента, они такие специфичные именно для нагрузочного тестирования. Пару слов просто о текущем состоянии этого проекта. Так получилось, что где-то там три года назад мы это все сделали успешно, эксплуатировали на нескольких проектах. Потом последние два года в силу обстоятельств мы с Артемом просто немножко ушли в сторону. И у нас по рабочей необходимости нет потребностей вот именно в проблемах распределенного тестирования. Мы больше не занимаемся распределенными гридами. Но с другой стороны, сам по себе проект, несмотря на то, что это было такое наше наколеночное поделие, он получил некоторое распространение в Deutsche Bank и начал постепенно просачиваться через как бы от QA и QA между разными проектами и достаточно неплохо себя чувствует. Это, собственно говоря, натолкнуло нас на мысль о том, что идея, наверное, была неплохая и надо попробовать еще раз ее вынести на суд широкой аудитории. Может быть, кого-то это тоже заинтересует, кто-то тоже захочет попробовать. Соответственно, код весь в опенсорсе, в состоянии немножко неприглядном. Ну и в двух, как это самое, какой-то вариантов. Есть старый вариант, который был написан два года назад, который работает. Есть новый вариант, который красивый, который мы в свободное от работы время отполировали, продумали, но который никто еще никогда нигде не использовал. Скорее, все, в котором еще куча багов. Хотя, как бы, идеологически, в принципе, между ними разницы нет. Просто там вопрос в том, чтобы первый вариант был написан за два дня, чтобы работало. Эту задачу он выполняет, но смотреть без слез на то, что у него внутри, сложно. Хорошо, у нас есть еще немного времени для перерыва. Собственно говоря, переходим к сути самого фраймворка. Пару слов про аналоговую. Я про него много рассказывать не буду, потому что, в принципе, про него есть у меня статьи, есть немножко документации, есть уже метапы, на которых я рассказываю, есть записи видео. Что? В чем суть? У меня всегда, как бы, нравилась идея, как можно писать распределенный код на баш. То есть, вот у меня есть баш, который выполняется локально. А я могу вот все то же самое сказать SSH, и оно, хоп, выполняется удаленно. Вот абсолютно точно так же. Без всяких там интерфейсов, каубеков, фабрик-фабрик и прочего. У этого все есть один недостаток – это баш. На нем ничего нельзя писать. А мне хочется все-таки, чтобы вот так же легко, но на нормальном языке. Собственно говоря, путем некоторой черной магии и упорства я сделал для себя такой инструмент. То есть, вот этот минимальный код, который на Unix-системе с какими-то дефолтными настройками при условии, что у вас там разложены HTTPS, SSH ключи на этот сервер, и на этом сервере где-то установлены YALA, вот этот код заработает out of box. И вот как бы все, вы говорите там, я хочу выполнить код на вот этом сервере, передаете некоторый GoBlock, внутренний его код, и этого достаточно. То есть, все, что на удаленной стороне должно быть, там должен быть SSH, который вас пустит там с вашим дефолтным ключом, там должно быть Java. И вот эти вот три строчки, они будут выполнены там. И когда вы просто там в своем IDE добавите туда четвертую строчку, нажмете, сохраните, запустите, то о магии код на удаленной стороне, он выполнит уже четыре строчки. Про, как я уже сказал, углубляться в эту магию не буду. Очень классная штука, которую у нас очень много где используется. Ну, изначально это было сделано для тестирования, как бы мы внутри одной GVM поднимали вот таких там псевдо-узлы, чтобы сделать псевдо-кластер, и там писали распределенные тесты. Типа я на одном, в одном процессе там вложу в распределенный, конечно, в другом процессе читаю, что там, то, что положил, и проверяю, что там действительно то, что нужно. Вот. А потом, в принципе, то же самое очень хорошо легло на, как бы, более, менее отвязанное от тестирования задачи, как в реальной распределенной среде. Как я уже сказал, это все работает при условии, что у вас есть SSH-D, Java 1.6 и выше, работает через Firewall, работает через NAT, и изначально я все это начал девелопить на Амазоне. В общем, работает везде, где у вас работает SSH. Вся коммуникация между управляющим узлом, то есть это тот процесс, который вы запускаете там на своем десктопе, и удаленной стороной, они туннелируются в SSH-соединение, то есть там никаких портов открывать не надо, реально решает кучу проблем за счет этого. Вот. И там всякие нюансы. Ну, вот те, кто занимался распределенными тестами, они меня понимают. Мне самому не раз приходилось после там запуска какого-то теста ходить по нескольким десяткам серверов и убивать зависшие процессы, которые там ждут, что им кто-то пришлет, а им пришлет какие-то там данные, откроют какие-то сокеты, а уже никто не пришлет, потому что весь тест, весь сценарий давно развалился. То есть вот эти все проблемы, они закрыты. Если там у нас где-то остался вот этот слейв-процесс, который потерял своего мастера, он рано или поздно умрет. Есть несколько механизмов, которые контролируют, чтобы он умер. Там даже если вы мастер-процесс там в дебагере закрыли, то есть там никаких шатдаун-клоков, ничего не сработало. Все равно один из механизмов там в течение минуты всех оставшихся от него слейвов по всему миру изничтожит. Как я уже сказал, достаточно SSHD и JVM. Мы это реально гоняли на Linux, на Solaris. Ребята сейчас исхитрились гонять это на Windows под Cygwin, то есть они там берут Cygwin, берут SSHD, Java. У них тоже все это работает. Ну так получилось, что они купили линдовые сервера. Немножко ошиблись. Причем вот в контексте именно нагрузочного тестирования мы использовали для прогона сценариев на... Ну, физических серверов там было 90, 200 это дочерних процессов, которые там не совсем равномерно по этим 90 серверам распределялись. И работало все на ура. Там единственное... Есть нюансы. 200 слейвов это... Там каждый слейв посылает пинг мастеру раз в 5 секунд. То есть здесь у нас получилось 200 пингов в 5 секунд, 40 пингов в минуту. Так слегка сеть под напрягло пришлось это самое. И пинг интервал немножко для таких сценариев увеличить. Там есть еще нюансы, что помимо того, что код выполняется удаленно, весь его STD, ALT, STD, ER, он улетает на мастера, чтобы вы могли видеть там все эксепшены. Соответственно, если вы хотите тестировать в такой топологии, пожалуйста, вы поставьте лог-левел на нормальный уровень, потому что иначе у вас просто сетевые это самое. Ваш нетворк не выдержит всех этих логов в реальном времени. Ну, такие банальные вещи, но как бы это самое. Фундаментально работает достаточно хорошо и проверено и в нагрузочном тестировании, и в ненагрузочном. Следующий уровень. Ну, немножко, наверное, нам придется задержаться с перерывом, потому что я хочу сейчас этот следующий блок передать до перерыва, чтобы у вас было некоторое время прийти в сознание, переварить эту информацию, потому что как бы одна из проблем, почему мы с Артемом не очень пытались популяризировать наш подход, потому что объяснять очень сложно. Как бы мы придумали настолько странную штуку, что нам просто лень было объяснять. То есть как бы в рамках Deutsche Bank там, да, мы как бы сесть там за полчаса про парного программирования можно показать все идеи, а вот для более широкой аудитории надо как-то поднапрячься, там, сделать красивую презентацию, желательно еще примерчики какие-то. Ну, вот сейчас мы как раз поднапряглись, презентацию сделали, с примерчиками немножко пока что еще маловато, но дело нажимное. Проблема распределенного сценария. То есть запускать вот там, где это нужно, мы уже научились. А автомагически ничего раскладывать не надо, то есть как бы вот нано-клауд за нас там все джарники раскладывает, все, что надо там. Открывает, запускает, то есть у нас есть полная свобода действий, мы можем делать что угодно, где угодно, причем именно там, где мы этого хотим. Теперь нам надо, вот, собственно говоря, тот сценарий, который, то, что нам нужно, делает, причем делает это распределенно, параллельно, причем делает это детерминированным образом, параллельно там где-то надо, параллельно последовательно там, где-то надо последовательно. Нам вот то, что мы хотим, надо, собственно говоря, каким-то образом донести до глупой программы. соответственно наши сценарии состоят из шагов то есть шаги из этих шагов строится граф каждый шаг это метод какого-то класса то есть каждый шаг реализован на яве и в конечном счете вот этот вот метод он будет выполнен на тех узлах где надо с теми параметрами которые ему прокинет сценарий плюс потому что плюс соответственно примитивы синхронизации то есть в каком-то момент мы хотим чтобы этот метод не выполнялся до тех пор пока вот эти все не выполняются в каких-то моментах мы этого не хотим в каких-то моментах мы хотим синхронизировать глобально в каких-то моментах мы хотим синхронизировать только какие-то определенные роли в каких-то моментах мы хотим убить вот именно вот этот вот сервер который вот этот процесс который запущен на ноде номер 3 в каких-то случаях мы хотим запустить все ноды и так далее. Но с точки зрения описания именно тестовых сценариев, мы можем немножко упростить себе задачу и не придумывать механизм distributed computing общего назначения. Мы можем немножко облегчить себе задачу. Нам в принципе не нужны циклы и нам в принципе не нужно условное выполнение. То есть это сценарий. Мы хотим здесь строго детерминированным, мы знаем, что должно происходить, когда это должно происходить, как долго это должно происходить. Это облегчает нам задачу. Плюс, поскольку это тесты, которые могут выполняться часами, если в какой-то момент какой-то из этих шагов сломался, то мы хотим, чтобы все как бы обвалилось в тот момент, когда мы получили первый exception. А не так, что тест ранился 10 часов, потом мы посмотрели логи и увидели там exception на второй минуте. это как бы очень неприятное ощущение. Поэтому один из принципов, который мы заложили в фрейворк, это fail fast. То есть как только что-то где-то стреляет какой-то exception, мы хотим завершить сразу весь сценарий, этот exception прокинуть на выходе из того метода, который этот сценарий, собственно говоря, выполняет, не дожидаясь лишнего времени. соответственно challenge, окей, шаги-методы хорошо, но нам надо описать, где, когда и с какими параметрами эти шаги выполняются. И тут как бы немножко такой сайдстеп, это пример такого маленького кастера на макита. Кто не знаком с макитой? Ну, пару человек. В общем, чем интересен макита? Вот макита позволяет через свою фабрику сделать такой мог, который якобы объект, но на самом деле это не объект. На самом деле это некоторая магическая сущность, которую макита управляет. И вот здесь вот есть такой вот интересный момент. То есть я получаю некоторый объект, который с точки зрения системы типов джавы, это вот myList. Но когда я на этом объекте вызываю метод get, там вовсе не происходит то, что происходит в методе get myList. Там, в принципе, вообще ничего связанного с листом не происходит. Там просто проверяется факт, что вот этот метод был вызван в каких-то других условиях. То есть я вызываю метод с вполне конкретной семантикой на вполне конкретном классе не для того, чтобы выполнить этот метод, а просто для того, чтобы фреймворку сказать о своем намерении, что я ожидал, что вот этот метод будет выполнен там. Как бы зачем макита идет на такие ухищрения? Потому что вот этот код, он нормально рефакторится, там нет никаких захарткоженных строк, нет никакого рефлекшена. И это здорово. И это, собственно говоря, и вот там IDE вот здесь вот мне, после того, как я ловлю эту точку, даст правильно список методов. И это здорово. И это как бы вот тот уровень комфорта, который нам нужен на сценарии. Мы объявляем свои шаги, мы их типизируем и как бы мы хотим использовать Java. Но как бы мы хотим, чтобы это был код, который выглядит как Java, который VDR выглядит как Java, но на самом деле выполняется массивно параллельно на распределенном кластере. Подводя итог, как бы смысл подхода. Мы делим выполнение сценария на две части. Первая декларация на мере. То есть мы на некоторых синтетических объектах вызываем те методы, которые вызываются в тесте, аннотируем некоторыми дополнительными вызовами, которые вводят вот эти вот синтетические, дополнительные элементы синхронизации. Плюс у нас есть механизм передать информацию о том, где именно этот метод должен быть вызван, на каком узле, на какой группе узлов. Но это только декларация. То есть у нас есть методы, которые мы реализовали, которые делают что-то конкретное. И мы вызываем как бы практически те же самые методы, но когда мы их вызываем, происходит не выполнение того кода, который мы написали, а просто декларация, что этот код должен быть выполнен где-то. И поскольку это просто декларация, это позволяет делать нам совершенно фантастические вещи, это дает нам огромную свободу, позволяет нам совершенно свободно манипулировать пространством и временем. После того, как мы этой свободой в полной мере воспользовались, строится физический план выполнения этого сценария, и дальше уже те же самые методы, но уже как бы боевая их реализация запускается там, где она должна запускаться с теми параметрами, которые мы хотим, со всеми синхронизацией, которые мы заложили в сценарий. Я надеюсь, у всех уже немножко это состояние сознания изменилось, потому что без него понимать это очень сложно. Простейший пример. Я описываю некоторый сценарий, он включает, то есть у меня есть интерфейс MyReader, я некоторым магическим образом получаю инстанс этого интерфейса, вызываю на нем какие-то методы, здесь фигурируют два метода Configure и Execute. И плюс у меня есть некоторые дополнительные методы на вот этом объекте Monat Builder. Это Join, который позволяет мне синхронизироваться с именованными чекпоинтами. Сначала я описываю поведение одного объекта системы, это Reader, потом я делаю некоторый вызов магический rewind, который перематывает время в начало. И я описываю поведение второго объекта Reader. Во что это превращается? Это превращается вот в такой граф выполнения. То есть у нас есть некоторая точка начала, у нас есть два параллельных процесса, каждый из этих процессов включает в себя два... Ну, тут появляется еще один шаг, который был неочвен на том коде, появляется метод deploy, который, собственно говоря, вот Reader это класс, который написали мы. Мы его называем драйвером. То есть это класс, который реализует как бы логику. То есть то, что вы хотите подключиться куда-то по HTTP и послать какую-нибудь XML или что-нибудь еще такое, собственно говоря, мясо вашего теста. Вот. Это ваш класс, и этот метод должен выполниться на какой-то удаленной машине. И, соответственно, нам нужно, чтобы instance этого класса на этой удаленной машине появился, и у нас появляется еще такой шаг deploy. То есть это факт физического размещения этого объекта. Как правило, мы просто его в ходе эксперимента сериализуем, а потом раскидываем по всем машинам. Собственно говоря, он там появляется, после этого на нем вызывается метод, после этого происходит синхронизация между этими двумя параллельными процессами на чекпоинте, который называется start. После этого старта происходит снова вызов метода execute и синхронизация на чекпоинте данных, который как бы символизирует, что тест завершен. Вот такая простая идея с точки зрения терминологии. Как я уже сказал, мы вводим такое понятие драйвер. Драйвер должен декларировать интерфейс. Поскольку мы используем, в отличие от Makita, Java и Proxy, мы ограничены тем, что вот все вот эти синтетические объекты, которыми мы пользуемся, они должны быть интерфейсами. Соответственно, мы специально заводим такое понятие драйвер. Оно не то чтобы... То есть это не маркерный интерфейс, это не какие-нибудь аннотации. Это просто термин, который подразумевает под собой определенную функциональность. То есть драйвер — это некоторый класс, который реализует какие-то шаги, который в ходе эксперимента будет размещен на каком-то узле, и там эти шаги будут вызываться. То есть он должен быть сериализованным, чтобы мы могли его туда переместить. Он должен не ожидать чего-нибудь странного, типа каких-нибудь системных припадений, которые мы не планируем туда инжекить. В принципе, если нам действительно нужны системные прописки для какой-то библиотеки, через нано-клад мы это все можем достаточно легко заменаживать. Соответственно, этот драйвер реализует некоторый интерфейс. Этот интерфейс — это как бы те шаги, каждый метод шаг, и вот эти шаги мы, соответственно, в сценарии можем использовать. Шаг может создать новый объект, который мы вернем как интерфейс. Соответственно, вот в том сценарии, в момент декларации мы получим на него стаб. Мы этот стаб можем передать в качестве параметра другому методу. И как бы вот эта связь, что в метод X надо передать объект, который был создан на предыдущем шаге методом Y, она будет учтена в структуре сценария, и в момент выполнения на какой-то ноде там тот объект, который вернул реальный метод, мы запомним, и следующий метод передадим именно на его объект, как бы локально, без всякой сериализации, потому что они на одной машине работают. То есть вот это все работает, плюс все зависимости по данным, они включаются в топологию запуска команд, то есть вы не сможете запустить метод, если еще не создан, не отработал тот метод, который создает входной параметр для него. Очевидно. Ну, кроме этого, мы в качестве параметров этих методов можем передавать какие-то константы, то есть то, что вот мы задали в момент декларации сценария, что стерилизовалось и потом как бы долетело. Плюс у драйвера как бы мы декларируем, где этот драйвер должен быть размещен. Возвращаясь к коду, значит, тот же самый код аннотированный, есть переменный reader, туда попадает вот этот dynamic proxy, который как бы создается для драйвера. Этот dynamic proxy создается в некоторой локации, то есть вот эта последовательность вызовов локатор, cloud.class, addReader, это некоторая декларация, что вот у нас есть такая роль локатор. В старом фрейворке вот эта вся декларация, это была просто одна там строка, но в фрейворке там можно задать, придумать свои механизмы именования локации через собственные интерфейсы и методы, которые могут понимать любые параметры. Но суть в том, что в момент выполнения как бы вот эта информация, то что вот у нас метод add был вызван с параметром reader, она будет превращена в ключ и по этому ключу мы найдем как бы физические кузлы, на которых, которые соответствуют этой роли, на которых должен быть размещен этот драйвер. Еще один момент, мы разделяем физическую топологию эксперимента от логической. И это очень важно, потому что, как правило, когда вы делаете большие тесты, это вы хотите сначала ваш тест отладить на маленькой топологии, то есть вы ставите, что окей, я буду грузить нагрузку с одного сервера, буду иметь один сервер в кластере, вместо двух часов у меня тест будет идти 30 секунд, но я как бы хочу протестировать, что логика его работает, что я вот там действительно все происходит, все коннектится, я не получаю эксепшенов, я получаю какие-то осмысленные цифры, я вот это вот все у себя, как правило, даже без кластера просто использую то свойство, что нано-клауд, он тоже абстрагирован от физического выполнения, то есть то, что с точки зрения кода выполнение на кластере из 100 машин ничем не отличается от выполнения в одной и GVM в 100 класс-лоудерах, или даже без класс-лоудеров можно. Соответственно, я это отладиваю, потом просто меняю параметры и как бы в момент отладки у меня этой роли лидер соответствовал один логический узел, в момент выполнения уже настоящего теста этой роли будет соответствовать 10 логических узлов или 100, а не принципиально. Суть в том, что вот этот прокси-ридер, он привязан к вот этому логическому описанию локации, и это значит, что все методы, которые мы выполняем на этом бине, они будут выполняться на всех копиях этого бина во всех локациях как бы абсолютно идентичным образом. Мы вызываем на нем какой-то метод. Дальше у нас есть магические вызовы join, которые на вход передается имя checkpoint. Это как бы мы говорим, что вот у нас есть некоторый естественный поток выполнения, и мы просто вводим вот эти вот синтетические объекты checkpoint, и метод join, вызванный на вот этом нашем билдере сценария, он говорит о том, что вот все шаги, которые были выполнены там с момента последней синхронизации с checkpoint-ами, вот они все должны быть выполнены до того, как будет пройден этот checkpoint. И, соответственно, checkpoint именованный, поэтому мы можем описывать одну последовательность выполнения, откатывать время, описывать другую, использовать те же самые чекпоинты, и таким образом там 10 параллельных потоков мы можем описать в виде цикла, который вначале откатывается назад и там делает те же самые. То есть мы контролируем просто и время. можно вопрос? А где здесь передается адрес модуль? Это задается в конфигурации теста, то есть вот в реальности есть вот это описание, оно, я говорю, это новая API, поставим немножко по-другому. И там просто у нас используется конвенция, что вот у нас задается там некоторый кластер, и у него узлы именуются. И вот имя узла по конвенция, это там имя узла и список его ролей через точку. То есть вот здесь в локадоре уже будут как бы все узлы известные? Нет, вот здесь еще не известно ничего. То есть мы сначала записываем сценарий, как бы он превращается в обособленный объект, и только когда мы подготавливаем план выполнения, мы смотрим, какая у нас реальная топология, какой у нас классик, какие у нас роли, и замапливаем как бы вот эту логическую абстрактный сценарий на топологию. И уже знаем, сколько будет узлов. И вот уже только в тот момент мы узнаем, на каких именно узлах, как они называются, какие у них IP-адреса и так далее, какие у них там connection-коденшивы, будет выполняться вот этот вот объект reader. Причем вот здесь две роли, reader, writer, то есть это могут быть в одной топологии разные сервера, а в другой топологии мы, как бы у нас вообще один сервер, мы вообще все запускаем на одном сервере. Так как я уже говорю, просто дебажим локально наш сценарий. А еще маленький, а вот join это вот типа как join-процесс или просто методы сортов? Join это как join-процессов. Да, то есть вот возвращаясь к этой схеме, у меня есть два параллельных процесса, есть вот этот checkpoint-start и как бы вот в обоих случаях на этом join я говорю, что checkpoint-start должен дождаться того, что оба эти активности закончатся. Да, забыл. Да, одной строчки не хватает. Вот. Окей, ну, соответственно, второй совершенно симметричный. Вот. Это очень простой пример и очень далекий от реальности. Ну, как бы, одна из проблем, вот мы параллельно вызвали два метода execute. Допустим, один у нас отработал минуту, другой отработает час. Ну, наверное, это странно. Наверное, мы на самом деле хотим, как бы, у нас обычный эксперимент состоит из трех фаз. Подготовка, возможно, там, подготовка плюс разогрев, выполнение сценария эксперимента, там, нагрузка в течение двух часов, допустим. Завершение. Все погасили, тестовые данные собрали, подготовили, как бы, выдали метрики на выхлопе. И, как правило, вот сколько будет длиться вот эта средняя фаза, мы не хотим передавать в каждый драйвер. Мы хотим, как бы, иметь одну точку, которая говорит, что вот, у меня есть метка старт, метка стоп, и между ними два часа. Или 15 секунд, если я просто тестирую все это. Так, ну, это вот, возвращаясь к идее, что на самом деле одной роли может соответствовать несколько узлов. Я думаю, тут достаточно все очевидно. Переходим к немножко более жизненному примеру. Здесь я описываю всего один параллельный процесс. То есть, понятно, что в реальном тесте, как бы, их будет обычно, профиль складывается из нескольких параллельных процессов, которые там умножаются на некоторые x-параллельности. Значит, тот же самый reader, также объявляем локатор, деплоим туда некоторый instance, реализующий этот интерфейс reader. Теперь у нас немножко другой сценарий. Мы не вызываем метод execute, мы вызываем у этого драйвера метод createTask, который возвращает нам runable, и используем execution driver, это вспомогательный класс, который берет runable на вход и просто в цикле его бесконечно выполняет до тех пор, пока ему не скажут стоп. То есть, уже более жизненный сценарий. То есть, у нас есть там какой-то запрос, мы его в цикле гоняем, потом говорим стоп, перестали в цикле гонять. Итак, значит, та же самая схема. Вызываем configure, потом вызываем createTask, чтобы получить readTask. Дальше у нас метод становится чуть больше, у нас появляется checkpoint start и стоп. То есть, вот то, что происходит до старта, это подготовка к эксперименту. И подготовка, она обычно очень асинхронная. То есть, на одних узлах мы запускаем kohiness, на других узлах мы запускаем просто генераторы нагрузки. А на третьем узле мы запускаем генератор данных, который забивает данные, там нашу базу данных или наш кэш. И, соответственно, вот они все работают очень асинхронно. Мы хотим в какой-то момент времени там запустить, чтобы они где могут правильно работали, но перед тем, как запускать эксперимент, дождаться их всех. Часто еще тут бывает фазы warm-up, когда мы хотим еще немножко погонять нагрузку без измерений, чтобы разогреть систему, чтобы JIT все закомпилировал. Соответственно, с момента времени start мы берем этот execution-драйвер и вызываем на нем метод execute, передаем runable, и вот тут он передает нам некоторый непонятный объект, который имеет тип activity. Activity – это один из специальных интерфейсов, один из немногочисленных интерфейсов, которые этот фреймворк декларирует. Соответственно, метод execute, он сразу начинает выполнение этого потока в background, после этого у нас происходит checkpoint stop, после checkpoint stop мы вызываем метод stop на вот этом объекте activity, то есть вот он, одна из его функций, для чего он был нужен, это вот тот handle, которому мы скажем stop через полчаса, в данном случае через 30 секунд. есть еще некоторый вызов join, вот activity он объявляет два метода – stop и join, и они всегда используются и тот, и другой, и вот после метода stop мы декларируем вызов join, мы декларируем его немножко хитрым образом, и потом на примере графа я объясню как бы смысл этого, если декларируем его по-честному, то без вот этого синтактического сахара там просто немножко больше на свайт не помещается в listing. Вот, тот же самый checkpoint join, и отдельно от этого мы объявляем, собственно говоря, время эксперимента, то есть переходим на метку start, берем вспомогательный объект walk-walk, который тоже является драйвером, просто в отличие от остальных драйверах он выполняется не в кластере, он выполняется на управляющем узле, ну потому что как бы смысла другого нет, у него есть метод delay, который просто делает slip, вот, он соответственно выполняется между метками start и stop, и поскольку между метками start и stop у нас всего два вызова – exec, который вернется мгновенно, и вот этот вот delay на 30 секунд, то между метками start и stop пройдет именно 30 секунд. соответственно, да. Можно еще раз попробовать, что такое execution драйвер и execution драйвер? Чуть позже, да, тут как бы есть доля черной магии, сначала с графом закончим, потом execution драйвер. Ну, чтобы было понятно, я бы вот этот BIN, эта ссылка на, условно говоря, именованный BIN, его можно было с чистой совестью заменить на диплой какого-то, ну вот, собственно говоря, на такой же диплой, но без указания локатора, потому что есть специальный механизм, который знает, что если мы указали BIN без указания локатора, мы можем косвенным образом заинферить на каких локациях его надо заинстанциировать по тому, в каких операциях он используется. То есть, вот у нас есть BIN readTask, который существует только на локате reader, и для вызова метода execute нужен вот этот вот BIN task, поэтому мы можем сделать вывод, что, по крайней мере, на роли reader нам этот instance понадобится, и мы его там инстанциировали. То есть, это такая ленивая инициализация, но которая делается до начала выполнения, то есть, мы заранее все это просчитываем. А если без этого механизма просто было бы описание во многих практических случаях сильно громоздкое из-за того, что вот эти вспомогательные драйвера нам приходилось декларировать там в разных... Одно дело, что мы, наш как бы домен специфик драйвер размещаем, куда нам нужно. Другое дело, что вот эту всякую вспомогательную вещь, как бы с ней хочется, чтобы она просто сама догадывалась, где ей надо выполняться. Какую именно информацию? Да, но если бы у меня, как говорится, был бы еще параллельный поток выполнений, и я бы там за референсов тот же самый execution driver, то фреймворк бы понял, что этот instance, этого бина нужен и в этой роли, и в этой роли. Соответственно, здесь у нас получается такой граф. Начало похожее. Дальше вот между configure и create task у нас есть некоторые непонятные конструкции. В коде она выглядела как вызов метода sync на билдере. Зачем она нужна? Потому что те вот вызовы методов, которые у нас в Java последовательные, с точки зрения сценария, они считаются параллельными. И поскольку мы не хотим, чтобы у нас был рейс, чтобы у нас create task был вызван до того, как закончит выполняться конфигур, мы вставляем туда чекпоинт, который говорит, что вот методы... То есть по сути это такой это самый барьер. То есть все методы, которые до этого барьера, должны закончить выполнение, прежде чем будут выполняться методы, которые после этого барьера. В начальных версиях у нас там, грубо говоря, были решимы этого сценария билдера, там по умолчанию параллельный запуск, по умолчанию последовательный запуск. Но на практике вам, как правило, хочется, чтобы все, что может выполняться параллельно, выполнялось параллельно. В зависимости по данным они автоматически цепляются. Вот только вот в таких методах, вещах, когда нам нужно обеспечить как бы завершение одного метода до начала другого, но при этом у нас нет задекларированной зависимости по данным, приходится использовать вот эти синкпоинты. А чекпоинт, он локален для узла. То есть чекпоинт он глобальный для всего графа, а чекпоинт он локальный для некоторого потока выполнения. То есть если бы у нас было несколько этих потоков, то на одном потоке уже в одном узле уже конфигур прошел, create task начал выполняться, в другом конфигур еще не прошел, они между собой не синхронизируются только в рамках одного потока выполнения. Итак, выполняем create task после того, как мы выполнили так, тут ошибка, create task выполняется. Нет, ошибки нет. Все в соответствии с кодом. То есть мы выполнили create task, допустим, create task мог бы делать что-нибудь тяжелое, то есть открывать какое-нибудь соединение, которое требует времени, а в ходе эксперимента мы просто через это соединение хотим запрос посылать и хотим как бы время, которое требуется на инициализацию этого соединения оставить вне эксперимента, вне рамок эксперимента. Дальше происходит работа с нашим exec драйвером, выполняется метод execute, вот этот метод execute, он в момент выполнения создает фоновый поток, передает в него этот ramable, начинает там крутиться, на выход он нам дает вот этот метод activity, параллельно с ним идет, то есть execute выполняется достаточно быстро, то есть там понятно это время, что нужно какое-то какое-то время на то, чтобы сходить на удаленный узел, сказать, что тебе надо выполнить этот метод, там создался поток, как бы все это вернулось, то это достаточно быстро. Соответственно, WOCOC это вот тот инструмент, которым мы управляем как бы реальным временем между экспериментом и после того, как время прошло, у нас произойдет join на checkpoint и stop, и мы вызываем метод stop, останавливаем этот поток, это тоже какое-то время занимает, происходит да. Зачем нужен join? Вот тут неочевидный момент, как я уже сказал, у нас концепция fail fast, то есть как только где-то произошел exception, мы хотим, чтобы framework сразу как бы exception, все, завершаем, exception показали, эксперимент закрыли, ресурсы освободили, то есть если у нас там последовательность этих экспериментов, какой-то из них зафейлился, все, следующие начинают работать с той же самой инфраструктурой. Вот между методами старт и стоп у нас 30 секунд, и в эти 30 секунд у нас не выполняется ни один метод. То есть framework может получить exception только из вызова методов. А что у нас происходит в эти 30 секунд? EXEC уже завершился, он создал фоновый поток и вернул. волклок никакого отношения к эксперименту не имеет, из него exception никак не вылетит. И если там вот этот вот наш таск взорвался и сыпет exceptionами, никто об этом не узнает. Поэтому нужен join. join, он запускается сразу, как только так сразу, вот этот вот вспомогательный метод join, он делает такую магическую вещь, он делает ревинт на начальную, начальный чекпоинт, вызывает метод join и как бы восстанавливает контекст. То есть он с точки зрения построения графа, то есть вот эти вот все задачи, они всегда имеют зависимость по выполнению на предыдущий чекпоинт. А join, он создает вызов join, который не имеет зависимости на выполнение на предыдущий чекпоинт. Соответственно, он имеет только зависимость по данным. Соответственно, он будет выполнен, как только у нас создается этот объект activity. То есть сразу после того, как завершился execute, у нас сразу будет вызван join на этом activity. и этот join, он не завершается до тех пор, пока вот этот фоновый поток живет. Но если в этом фоновом потоке что-то случилось, случился exception, то он этот exception прокидывает через join, этот exception долетит до фреймворка, и мы будем знать, что у нас случился exception во время выполнения до того, как пройдет 30 секунд. Да. А распределенность организации по какому потоку? По своему автоматическому. В принципе, как бы есть управляющий узел, и на каждый шаг этого графа, то есть вот нам надо выполнить метод execute на узле номер 10. Соответственно, мы делаем remote call на узел номер 10, говорим, что тебе надо выполнить вот такой-то метод на таком-то объекте с такими-то параметрами, он его выполняет, возвращает результат. Соответственно, на все вот эти вот переходы между, то есть управление, вот этот весь граф, он существует на управляющем узле, который там идет по этому графу, работает с зависимостями, и только раскидывает, так вот ты выполняй вот это, ты выполняй вот это, как бы вот этот объект положи вот вот сюда, он там нам еще пригодится через три шага. Соответственно, для этого нам для работы с фоновыми процессами нужен вот этот вот интерфейс activity, который декларирует два метода start and join, которые мы используем для управления какими-то фоновыми действиями, которые, которых очень много на самом деле, как раз из них состоит сам боевая часть сценария. Так, ну, возвращаясь к коду с аннотациями, в принципе, я про все рассказал, бит это такой синтактический сахар, который как раз появился в новом фреймворке и позволяет исправить некоторые корявки, которые были старые. Интерфейс это activity, специальный интерфейс для фоновых задач. Walk-walk это шорткод, опять же для специального драйвера, который как бы всегда предоставляется окружением, там есть интерфейс walk-walk SPI и просто он по умолчанию мы считаем, что он всегда есть. Так, в принципе, это я обрисовал. Соответственно, это механизм описания определенного сценария. Соответственно, этот механизм используется для описания всего. Для описания развертывания, для описания самих операций теста, для мониторинга, для сбора данных. Ну, на этом, я думаю, можно наконец-то прерваться. Я немножко затянул, но было сложно логически разрывать. И, нет, еще рано прерваться. Подведу немножко итог. То есть, что мы придумали? Мы придумали такую модную, все на моках, все это самое, ну, разве что без код генерации, потому что ее отваживать противно. Схему, по сути, распределенного вычисления. И, как бы, у тех, кто с распределенными системами знаком, как бы, может возникнуть некоторое подозрение, что-то, ребята, у вас слишком все гладко, так красиво получается. И, скажем так, мой ответ очень привленно комментарий к вот такому известному списку восьми проблем распределенного программирования. В контексте наших тестовых задач. Сеть ненадежна. Окей, если случилась проблема, как бы, то, что нам нужно сделать, это положить весь сценарий, потому что тестовый сценарий, он должен быть детерминированным. У нас нет задачи восстанавливаться после сборов. Как бы, если что-то пошло не так, мы должны перезапустить. Нет, это заблуждение. Это заблуждение. Проблема waitancy. Как я уже сказал, у нас вот распределенное общение происходит только в точках перехода графу. То есть у нас в этом графе будет шагов, ну, несколько десятков. Время выполнения эксперимента, там, минуты, часы. То есть там та waitancy, которая у нас будет на все это взаимодействие, она картины не делает. То же самое с bandwidth. Мы, как бы, занимаемся системой control flow. Мы вообще, в принципе, не трогаем, как бы, не пытаемся передавать данные. Даже метрики мы собираем, мы буферизируем на узлах и собираем их с узлов только после того, как эксперимент завершается, чтобы случайно не там создать нагрузку на сейф в тот момент, когда там происходит тестирование. Про security ничего не знаю. Топология не изменяется. То же самое. Если что-то изменилось, значит, надо, как бы, включить мозг, разобраться, как мне в условиях измененной топологии, запускать этот тест и перезапустить. Административные проблемы. Zero deployment. Все, что вам нужно, это SSH-ка дальше, и вы можете запускать где угодно. То есть, у вас постоянно была такая практика, что, как бы, ребята, у вас там сервера можно попользовать. Ну, вообще-то, как бы, они заняты, но вот там ночью нафиг они никому не нужны. Окей, не вопрос. Мы вот с двух до шести утра будем гонять там наши тесты. Они полностью в автоматическом режиме гоняются, никого мусора, кроме как закрашиваемых джаников, после себя не оставляют. Ну, про цену ничего не могу сказать. И нетворк, это сам, неоднородный нетворк, как бы, ваш нетворк, ваш сценарий, вы сами решаете на каких узлах, что у вас выполнять. Если вам интересно тестирование глобально распределенное, вы легко делаете глобально распределенное тестирование так, как вам надо. Окей, теперь на этом, наконец-то, отпускаю вас на перерыв. Да, готов ответить на вопросы.